В субботу, 25 сентября, во Владивостоке прошел юбилейный марафон Galaxy Владивосток Марафон. Профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни считают его уже неотъемлемой частью Владивостока. На старт вышли более 3000 спортсменов и любителей бега разного возраста и с разным спортивным опытом. Для участников традиционно были доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 километра, а также 1 километр для детей и 1 километр для паралимпийцев. Несмотря на закрытые границы, ситуацию в мире география участников была довольно разнообразна. Это значимое мероприятие, которое привлекает массу спортсменов не только с нашей страны, но и с ближайших иностранных регионов, Азии, даже с Эфиопии раньше приезжали. К сожалению, ввиду сложившейся ситуации, сейчас приезжает людей меньше, но тем не менее, как вы можете видеть, организация на высшем уровне, ребята молодцы. В прошлом году пропустили, был карантин и значительно разъелись. И это был офигенный стимул, чтобы собрать себя, немножко хотя бы подготовиться и приехать в Владивосток, в самый чудесный и красивый город Дальнего Востока. То есть вы даже во Владивосток приехали специально? Да. Из Хабаровска, да? Мы потратили денег больше, чем на поездку в Москву, честно. То есть вы самые смотивированные участники? Ну, одни из самых. Сегодня ребята с Москвы были. Ну, как, вы довольны собой? Конечно. Результат лучше, чем в прошлый раз. 42 субъекта Российской Федерации присоединились к проекту. Участники из Приморского края, Хабаровского, Алтайского, Сахалинской области, Иркутской, Тульской, Ярославской, Нижегородской, Свердловской и других областей. Также 13 стран мира приняли участие в этом масштабном марафоне. Это не только Россия, но и Великобритания, Канада, Нидерланды, Польша, Корея, Таиланд, Швейцария, Япония, Чехия и Германия. Также бежал почетный гость из Берлина Эрхард Бадер. Самый возрастной бегун Берлина. В марте ему исполнилось 88 лет. Основная цель марафона сделать так, чтобы люди собой гордились. Потому что это изначально было нашим девизом – повод гордиться собой. И вот марафон и все, что сейчас происходит, как раз позволяет тем людям, которые его пробегают, собой погордиться. В определенном возрасте довольно сложно найти поводы для гордости. Это как раз то, что надо. Стартовали участники в зависимости от дистанции – на острове Русский и на улице Калинина, а дети и паралимпийцы – на Светландской в центре города. Предварительно с ребятами провели веселую разминку. Ранним утром площадь наполнилась музыкой и голосами участников. Каждый участник имел свой номер с индивидуальным чипом хронометража для фиксации результатов. У меня уже четвертый сентябрьский. Я бежала в мальчик, мне всего 15 лет. Бежала километр, было легко. Сейчас пятерка с подъемами, но мне очень понравилась. Дистанция хорошая, красивые виды и, в принципе, хороший результат. Я очень круто пробежала сегодня. Сегодняшний день просто замечательный. Готовилась недолго, но смогла. Организаторам огромный респект. Супер мероприятие. Спасибо. Призовой фонд марафона в этом году составил 1 миллион рублей, который был поделен между абсолютными победителями различных дистанций. Также победители получили ценные призы от титульного партнера марафона. Всем спортсменам были вручены памятные медали. На протяжении пяти лет титульным партнером самого крупного бегового события Дальнего Востока является компания Samsung Electronics Rus Company. Совместно с главным партнером была организована интерактивная зона с конкурсами и призами, а также фотозона. Мероприятие Galaxy Marathon полностью отражает ценности компании Samsung, потому что в ДНК компании находится спорт и превозмогание себя во всех аспектах жизни. Нам очень нравится участвовать в этом мероприятии и мы будем продолжать быть титульным спонсором этого мероприятия. Да, участниками стали спортсмены и просто любители активного образа жизни, но причастными к этому яркому спортивному событию смогли почувствовать себя и болельщики, родные, друзья спортсменов, а также все, кто стал гостем мероприятия. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.